Здравствуйте друзья, в этом видео поговорим про еще один вариант зигбиреле с сухими контактами. В этот раз героем обзора будет двухканальная версия. Кто следит за моим каналом, уже видел мои предыдущие видео, в которых я рассказывал про одно и четырехканальное устройство из этой же линейки. Для тех кто не видел, ссылки в описании. Для полноты картины осталось добавить эту модель. Также в описании под видео я добавлю актуальную на момент съемки ссылку, по которой можно приобрести любой вариант реле на 1, 2 или 4 контакта, с напряжением питания или 7,32 вольта или 85,250 в зависимости от ваших задач. Перед тем как начнем, попрошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Модель ZB-SV02. Тип устройства двухканальное реле с сухим контактом. Реле трехконтактное NONC, ток до 10 ампер, напряжение от 0 до 30 вольт DC, 90-250 вольт IC. Интерфейсы ZigBee RF433. Напряжение питания microUSB или 7,32 вольта, есть версия на 85,250 вольт. Режимы работы, нормальный интерлок импульсный. Размер в корпусе 120 на 38 на 25 миллиметров. Устройство имеет прямоугольную форму, с одной из узких сторон находятся разъемы для питания, с другой два реле, к которым подключается управляемая нагрузка. Тут используется достаточно мощный ZigBee чип CC2530. Антенна находится прямо на плате модуля. Вторая антенна предназначена для работы с радиопультом. Обратная сторона. Справа видно, что рабочие контакты реле не связаны с остальной частью устройства, это и называется сухие контакты. Они изолированы от его питающего напряжения. Для питания самого устройства можно использовать или стандартный microUSB с напряжением в 5 вольт, или подключить к колодке блок питания на 7,32 вольта, постоянного или переменного тока. Есть модель с входящим напряжением 85,250 вольт, переменный ток, с сохранением возможности работы по microUSB. Какой из них выбрать решать вам, зависит от того, где вы его планируете использовать, функционально они идентичны. Вне зависимости от того, какое напряжение питания подано на вход, будь то 5 вольт microUSB или 220 вольт от сети, реле работают с тем напряжением, которое присутствует в цепи нагрузки, будь то 1,5 вольта слаботочки при питании 230 вольт, или управление 2 кВт чайником при питании от USB. В комплекте имеется инструкция на китайском и английском языках, где подробно расписана схема подключения устройства и подписаны контакты реле. COM это общий центральный контакт, NO нормально открытый, разомкнут с COM при отсутствии питания на реле, при подаче соответственно замыкается с ним, а NC нормально закрытый, наоборот. По умолчанию, то есть при отсутствии питания он замкнут с COM, при подаче питания размыкается. Сейчас большинство предложений предполагают наличие пластикового корпуса, в моем случае так и было, но существуют, по крайней мере раньше я точно встречал, бескорпусные версии. При желании можно заказать в комплекте радиопульт управления. В некоторых случаях корпус придется дорабатывать, например если нужно подключить вот такой кабель питания. Есть варианты, когда удобнее будет использовать реле и без корпуса. Для демонстрации я использую четырехцветную LED ленту. Минусы от блока питания подключены на COM, общий плюс на блок питания. Красный и синий цвет на нормально закрытые контакты, белый и зеленый на нормально открытые. При выключенных реле светят красный и синий, при включенных белый и зеленый. Переключение реле меняют цвета ленты. Это нормальный режим работы включить-выключить. Кнопкой режима включаем следующий режим интерлок. В этом режиме в один момент времени только одно реле может быть включено. Если при этом включено и другое, оно автоматически отключается. Такой режим удобный например для управления двигателями штор, электрокранами и тому подобное. Следующий режим импульсный. При замыкании реле оно автоматически сразу размыкается, это нужно например для имитации нажатия на кнопки. Реле подключаются параллельно. Для наглядности повторяю оставив только нормально открытые контакты. Нормальный режим, включено светится, выключено не светится. Режим интерлок, только одно реле может быть включено в один момент времени. И импульсный режим, когда реле автоматически отключается. Теперь подключим пульт. Нажимаем и держим переключатель того реле, которое хотим привязать к кнопке пульта. Когда диод начинает мерцать, удерживаем выбранную кнопку пульта до мерцания диода. Готово. Подключаем вторую кнопку таким же образом. Режимы работы нормальный, интерлок и импульсный сохраняются и при управлении с пульта дистанционного управления. Проверим память состояния. Включаем один из каналов. Отключаем питание. Включаем обратно. Канал который был включен возвращается в свое состояние. Аналогично повторяем для второго канала. И он тоже включается после восстановления питания. Теперь включаем оба канала. И в этом случае оба реле включаются после подачи питания. А если они были выключены до сбоя подачи электрики, то и останутся выключенными после ее возобновления. Логическую часть обзора начнем с E-Smart. Устройство работает по ZigBee, поэтому ему нужен шлюз. У меня это проводная версия от Moes. Запускаем его плагин и включаем режим добавления устройств. Реле переводится в сопряжение удержанием кнопки управления реле. В течении минуты реле добавляется в систему, при этом происходит несколько переключений. Определяется оно как выключатель, это кстати общая тенденция для разных систем. Прошивка используется одна и та же, а логика работы одинакова. После добавления, система предложит свои варианты автоматизации для него. Из общего списка управлять состоянием реле не получится, нужно запускать плагин. А плагин тут очень простой, только две кнопки на каждой из каналов и все. Из настроек только системные, где указана совместимость Amazon Alexa и Google Home. Тут можно проверить обновления прошивки, в моем случае их не было. Дать доступ, добавить в группу, вывести на рабочий стол и удалить устройство с сбросом в заводские настройки. Скорость отклика при управлении с приложения мгновенная, но следует понимать, что его работа зависит от доступа к интернету. Режимы работы выбираются только физической кнопкой, других вариантов нет. Приложение только отправляет команды включить-выключить. Дальше работает логика самого реле, интерлок, нормальный или импульсный режим. Устройство может участвовать и в автоматизациях, выбор тут невелик, так как кроме состояния реле обоих каналов никаких данных больше нет. Соответственно в качестве триггеров можно использовать статусы включено или выключено каждого из двух реле. В действиях автоматизации то же самое, но тут кроме включения и выключения есть еще опция реверса состояния, это очень удобно, так как по одному и тому же триггеру, например нажатии на клавишу логического выключателя. Реле будет включаться, если было выключено и наоборот. Принцип подключения аккаунта Tuya Google Home я показывал уже несколько десятков раз в своих прошлых обзорах. Поэтому решил ограничиться только самым важным. Реле действительно поддерживается, причем в виде не двух, а трех объектов управления. Два это управление каждым из каналов по отдельности и третий, который включает и выключает сразу оба канала. Естественно установленный на устройстве режим работы, будет работать и при таком способе управления. Теперь перейдем к добавлению устройства в Home Assistant и начнем с штатной интеграции Tuya. Она работает по тому же принципу, что и Google Home через облако. К ее достоинствам относится простота, достаточно один раз добавить аккаунт и все устройства будут появляться автоматически. И параллельная работа в Home Assistant и Tuya Smart. К минусам относится привязка к облаку. Следующая интеграция уже имеет локальное управление, она тоже относится к штатным и называется ZHA. Кстати обратите внимание, слева на панели есть и значок zigbee2mqtt. К этому серверу подключено два USB Zigbee координатора, Sonoff E который работает в ZHA и Sonoff P который работает в zigbee2mqtt. Вернемся к обзору, реле определилась как Everlink ZBSV02, хотя на самом деле это выключатель, просто тут используется аналогичная прошивка. Поэтому интеграция по умолчанию добавила оба канала управления реле как светильники, а не переключатели. К слову говоря реле является роутером, то есть может принимать и передавать данные от других участников сети. Управление полностью локальное, отправка команды обратная связь моментальны. Режимы переключений которые установлены на реле работают корректно, это внутренняя логика и не зависит от внешней системы управления. Следующий способ это дополнение zigbee2mqtt, в моей системе управления умным домом оно базовое. Актуальная версия на дату тестирования 1.30.0. Устройство определилось, внешних конвертеров не нужно. В принципе я этого и ждал, так как новинкой реле назвать сложно. Отображается устройство как выключатель, по большому счету это не имеет никакого значения, принцип работы тут один и тот же, управление двумя каналами реле. На вкладке состояние тут три опции, уровень качества связи и управления каждым из реле. Отклик тут тоже моментальный, как и обратная связь от реле. Переключение происходит согласно установленному на устройстве режиму. Для полноты обзора осталось рассмотреть работу устройства с SLS шлюзом. На дату выхода этого видео актуальная официальная версия прошивки от 8 января 2023 года. Устройство подключилось и определилось как Evalink ZBSV02. Тут используется конвертер по умолчанию, нулевой. Картинки на этой версии прошивки нет. К сожалению тут обнаружилась проблема с обратной связью, состояние реле не менялись при изменении. Поэтому авторам прошивки было принято решение добавить отдельный конвертер для героя обзора. Он появится в прошивках начиная с 5 февраля 2023 года. У меня используется тестовая версия для разработчиков. С учетом специфики было решено добавить сюда картинку, на которой изображено и реле и выключатель. Теперь для него будет работать свой собственный конвертер под номером 260, который заодно и убирает проблемы с обратной связью, которые были на нулевом. Все работает корректно. Отправка команд, обратная связь, отработка режимов работы, интерлок и импульсов. На всякий случай напомню еще один раз, что существует линейка таких реле на одну, две и четыре управляющие линии. Функционально они идентичны, только на одноканальной версии нет режима интерлок, так как там и так только одно реле. К достоинствам устройства можно отнести его многофункциональность, я имею в виду наличие разных режимов работы, которые позволят применять его в самых разных кейсах. Нормально открытые и закрытые контакты реле, не привязаны к напряжению питания самого устройства. Что касается питания реле, тут стоит отметить его всеядность, есть версии на 7.32 вольта и 85.250, а также возможность питания любой из них по microUSB. Немаловажным также является возможность управления по радиоканалу при помощи пульта ДУ, например при использовании для управления гаражными воротами. Память состояния при отключении питания тоже в плюс. Не хватает на мой взгляд возможности подключать внешние механические выключатели, мне кажется можно было бы сделать контакты параллельно существующим кнопкам. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео, кроме ссылки на реле и другие обзоры по этой теме, вы также найдете мой телеграм канал и группу для общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok